Вы готовы? Спасибо вам огромное. Вот мысль этого эксперимента заключается в следующем. Здесь немножко жидкости просто капельки. Видно капельки? Я делаю то, что я делаю. Просто нагреваю колбу, которая плотно закрыта резиновой пробкой, а в резиновой пробке есть плотно вставленная трубочка, герметичная. И поэтому сейчас посмотрим, как будет наполняться эта колба водичкой, которая просто под краном температура, вот вы можете видеть температуру 21 градус или 22, это не имеет значения. И вот здесь, кто далеко сидит, видит, что по трубочке постепенно поднимается водичка. В связи с тем, что система замкнутая, однозначно сразу автоматически образовываются насыщенные пары. Вот сюда надо сконцентрировать внимание видеокамеры и потихонечку идет заполнение. Когда водичка заходит в район, где колба прогрета, интенсивность испарения не увеличивается, пары поднимаются вверх колбы, там относительно температура ниже, чем в прогреве, поэтому будет происходить конденсация, в результате давление будет уменьшаться, и колба будет наполняться все больше и больше. Там видно что-нибудь? Наверное, надо немножко свет притушить, чтобы виднее было. Как вы? Мы можем притушить это? Разрешите? Ну, сейчас. Ну, посмотрите, очень много набралось, я сейчас вам показываю, посмотрите, очень много. Ну, сейчас я сделаю то, что я сделаю. Я вот охладил колбу, и посмотрите опять, вот здесь водички уже больше, чем было до этого. Вот посмотрите, внизу водичка. И делаем то же самое. Так, потерпите немножко. Ну, то, что хорошее, его надо подождать. Сейчас узнаем. Ну, хорошо. Вы знаете, может, она даже и лопнет, не знаю. Так, смотрим внимательно. Значит, четвертое следующее. Значит, что получается? Я сейчас вам немножко физики расскажу. То есть, если мы один литр воды при температуре кипения, а значит, если температура кипения 100 градусов, значит, это обозначает, что нормальное атмосферное давление. Значит, вот при нагревании и при кипении этот литр воды занимает объем всего-навсего столько. В 1600 раз объем увеличится. Если же получится то, что мы с вами получили, конденсация, значит, при конденсации объем должен уменьшиться в такой же количестве. Значит, и давление упадет значительно, поэтому вы увидели фонтан. Вот. Ну, здесь еще один момент. Сейчас я немножко водички отолью, и вы увидите то, что вряд ли вы ожидали увидеть. Ну, мне так кажется. Ну, сейчас проверим. Не переживайте, все будет прекрасно. У нас иначе не бывает. Ну, и пока не вылезет, она будет так вести себя. В общем, это не что иное, как на что похоже. На гейзер, да? Пошли дальше. Спасибо. 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 Спасибо.